И тема сегодняшней нашей встречи сформулирована «Экономика чрезвычайных ситуаций. Исторический сегодняшний опыт». Но, естественно, тема горячая, потому что Андрей Глебович у нас источник главных новостей, и через него проходит основная информация о всех важных событиях на международной арене внутренней жизни России. И тема сформулировалась буквально за двое суток до нашего семинара, так как она сейчас оптимально обсуждаемая. Андрей Глебович, мы рады Вас слышать сегодня. Добрый день! Я рад Вас и слышать, и видеть. Сегодня у нас такая животрепещущая тема. У нас все животрепещущие, но сегодня в особенности. И вы знаете, у нее есть очень большая специфика. Она заключается в том, что вот этот кризис, в котором мы в настоящее время по-прежнему еще пребываем, он заставляет нас как-то совсем по-новому на многие вещи взглянуть. Вообще, в принципе, когда кризисы, революции, войны усиливается, в общем-то, движение в обществе, новые идеи какие-то вызревают, продвигаются те люди, у которых есть способность быстро понять, что происходит, и найти какие-то оптимальные пути выхода из сложных достаточно ситуаций. Вот то, что мы имеем на сегодняшнее время. Вот смотрите, мы сегодня будем обсуждать в таком, что ли, учебно-научном плане. Но вот те вопросы, о которых мы договорились, они фактически полностью соответствуют вопросам, с которыми в настоящее время имеет дело правительство, руководство страны, руководство регионов. И вот тут любопытная вещь. Получается, что по многим параметрам мы оказываемся все в одной лодке. И вот эвристические идеи, они могут появиться на самом разнообразном уровне, и на уровне высших руководителей, и на уровне тех, кто просто участвует в настоящее время в дискуссии. Потому что готовых, стопроцентных, эффективных ответов пока нет. Пока нет. Это все только еще складывается. И в этой ситуации вот то, что мы сегодня с вами делаем... Вера, меня слышно, да? Да, прекрасно. Мы вас слушаем. То, что мы сегодня с вами делаем, легко может оказаться затребованным и использоваться теми, кто в настоящее время разрабатывает и двигает политические всякие ходы, делает. И это, по-моему, достаточно увлекательная вещь. Интересно, когда вот в результате дискуссии могут появиться какие-то вещи, которые уже завтра будут использованы. Использованы, ну, на благо, высоко говоря, нашего общества. Вот конкретный пример. Для того, чтобы показать, с чем в настоящее время сталкивается и руководство, и все мы, и насколько сложно найти, ну, правильный такой реалистичный подход, который не усугубил бы те проблемы, которые у нас были, есть, а наоборот, позволил бы выйти из тех или иных ситуаций. Вот вчера конкретно со мной по телефону связывались коллеги и попросили высказать точку зрения в отношении инициативы, которые в настоящее время выдвинута ОСИ, агентством стратегических инициатив. И из самых добрых, по-видимому, пожеланий, ОСИ выдвинул следующее предложение. Сделать так, чтобы те рабочие, ну, условно говоря, мигранты, которые в настоящее время у нас находятся и стран окружающих нас, и бывшего Союза, чтобы на период кризиса приравнять в социальном, экономическом и прочем плане их по их статусу. Статусу, которым располагают работающие, имеющие паспорт гражданина Российской Федерации. Ну, надо сказать, что вопрос о приравнивании, он напряженно обсуждался в течение длительного периода времени и не был решен, и не был решен. Он был решен частично путем, ну, каких-то определенных шагов в этом направлении. Вот как поступить? Вот задайте сами вот вопрос. Представьте, вам позвонили бы и спросили. Ну, вот ваше экспертное мнение. Видите, вокруг нас находятся эти люди. Они находятся тоже в сложном положении. Они, в общем-то, да, сейчас уехать не могут, потому что не на чем улететь. В какой форме им помогать? Вот ОСИ, авторитетная наша агентство, стратегический инициатив, предлагает это сделать в форме такого законодательного уравнивания в правах. Вот зададим себе вопрос, правильный этот ход или нет? Правильный или нет? Я посмотрел, сейчас это уже вышло сегодня на странице печати, уже обсуждается и так далее. Многие поддерживают этот ход. Ну, он, я понимаю, проектован такими благородными какими-то соображениями и, в общем-то, в правильном направлении. Но, ну, если, например, мы сейчас примем такой вот законодательный или подзаконный даже, но юридически оформленный акт о приравнивании зарубежных рабочих в социально-экономическом плане к статусу российских граждан на период борьбы с вирусом, то как поступить после того, как этот период закончится? Я вот, конечно, спросил вчера тех, кто ко мне обращался, как вы это себе представляете? Вот, например, пройдет 2-3-4 месяца. Дети прикреплятся к поликлиникам и будут туда наравно ходить с детьми, имеющими российские паспорта. Социально-экономические и прочие вещи путем прикрепления будут сделаны. И что, какой-то подойдет день, когда им скажут, ну, все, ваше прикрепление, ребят, закончилось, возвращайтесь обратно в тот статус, который был. Вот, в целом, если замкнется вот эта вот цепочка развития событий, это к чему приведет? Мне кажется, что это ни к чему хорошему не приведет. Поэтому я вчера выразил точку зрения, что идти по этому пути было бы, наверное, не совсем верно. Кстати говоря, пройдет достаточно длительный период времени для того, чтобы это все оформить, подобного рода акт законодательный. Мне кажется, что вот в данном конкретном случае это крупный вопрос для нас, социально-экономический, политический, моральный. Надо идти по другому пути, по пути оказания немедленной, гуманитарной помощи, социальной помощи. Это категория людей, которые находятся вместе с нами, живут и работают вместе. Вот по какому пути? Вот здесь, понимаете, таких вот сейчас вопросов возникает очень много. И тут оказывается, что все более-менее равны. И люди, которые имеют за собой многолетний такой вот опыт работы, и люди, которые только отступают в жизнь. И вот во время кризисов, во время чрезвычайных ситуаций, крайне важно иметь вещь, которая называется такое вот природное чувство баланса, природное чувство логики, понимание того, что целесообразно делать, а что будет плохо, плохо работать. Это один пример. Другой тоже пример жизненный, важный, политический, и связанный вот с вами, с нами, со всеми. Ну вот, с точки зрения оказания помощи. Только что прошли совещания на самом высоком уровне с нашими коллегами, которые входят в наш союз, в Белоруссии в первую очередь. Был поставлен вопрос, в частности, Лукашенко, о том, чтобы переориентировать всю возможную помощь для оказания союзному государству, Белоруссии. Вот не надо там Италии помогать и так далее. Помогать тому, кто ближе во всех отношениях. Правильная постановка вопроса? Не знаю. Но вот смотрите, одновременно та же самая Белоруссия ставит нам вопрос. Одновременно, в тот же самый день, пришел запрос по официальным каналам рассмотреть переход на скорректированные цены на нефть и газ с учетом обвала СЭ. О чем идет речь? Речь идет о корреляции изменения, подписанных двумя сторонами соглашений. Значит, белорусская сторона считает вполне возможным одновременно спрашивать что-то дополнительное, связанное с кризисом. И с другой стороны, не обращая внимания на кризис и на сложные положения, в которых мы находимся, тоже выкатывать одновременно требования, которые касаются явного сужения финансовой и экономической базы в нашей стране для оказания содействия и нам, и не только нашим людям, и соотечественникам, и тем, кому мы собираемся оказать гуманитарную помощь. Тоже вопрос. Значит, как себя вести в этой ситуации? Где должен быть баланс? В каком духе мы должны говорить с нашими белорусскими коллегами? Вопрос. И вот если бы не чрезвычайная ситуация, может быть, мы не стали бы столь как-то откровенно эти вопросы обсуждать. Вот взаимодействие с нашими ближайшими союзниками, соседями, странами, которые выбрали в 91-м году совершенно четко путь независимого развития. Независимого развития. Речь идет о независимых государствах. Значит, получается так, что иногда вот независимые государства пользуются всеми благами независимых государств, но, с другой стороны, все время ностальгически где-то обращается к нам за какими-то содействиями, вспоминая вот те вещи, которые были в едином государстве. Ну, тут тоже надо какая-то, чтобы логика была. Или так, или сяк. Или, значит, мы независимые, и тогда мы должны просто дружеско иметь связи. Или как еще. Или, значит, как какого-то надо возвращаться в форме, о чем в настоящее время пока вопрос не стоит совсем. Дальше. Опять же, вот то, что происходит в эти дни. С Африкой. Мы в сентябре провели саммит России и Африка. Договорились развивать наши дружественные связи. В чрезвычайной ситуации. Что происходит? По линии региональных организаций африканских, по линии Африканского союза, по линии руководством уже 19 африканских стран, нам приходят настоятельные просьбы оказать срочную гуманитарную, ну, прямо скажем, достаточно масштабную помощь. Ну, кризис, он и нас тоже охватил, так? Он охватывает африканские страны. Мы с пониманием относимся. Но, кстати говоря, надо сказать, что вот на африканском направлении мы проявили удивительную способность посмотреть вдаль и посмотреть, спрогнозировать возможные пандемии и то, что сейчас происходит. Приведу просто несколько таких примеров, которые сейчас, ну, просто поразительно выглядят. Ну, в Гвинеи, например, мы не так давно создали и запустили современный центр по борьбе с заразными болезнями. У нас у самих, вот по степени оснащенности, мало таких центров, просто прекрасный центр. Мы поставили 200 грузовых автомобилей именно для гуманитарной акции. Эти грузовые автомобили имеют специальную оснастку для оказания гуманитарных операций. В Руанде, например, мы подготовили специально по специальной программе 1200 водителей для гуманитарных операций в Руанде и в тех странах, куда они могут тоже по контракту выезжать для оказания гуманитарной помощи. Значит, мы вот по этому направлению африканским странам довольно много сделали, уж не говоря о том, что лихорадка Эбола, мы разработали самые лучшие лекарства и порядка 90 миллионов чистогана долларов заплатили для проведения всякого рода мероприятий медицинского характера. И много-много чего сделали другого. Все это говорит о том, что вот на международном направлении в обстановке чрезвычайной ситуации мы получаем много просьб, но одновременно мы должны здесь иметь в виду, что нам и самим тоже надо как-то о своем населении думать, и мы по справедливости достаточно много этим странам оказывали. Поэтому выходить за рамки такой гуманитарной помощи, которую мы сможем оказать, нам, наверное, не стоит. Сейчас важно собрать мнение экспертного сообщества, просто тех людей, кто небезразлично к этим вопросам относится, для того, чтобы реалистично, по справедливости, разумно и сбалансированно решить вопрос. Вот как себя вести в данной ситуации внутри стороны, за рубежом, со странами, которые, ну, близкие нам по духу, по историческому развитию находятся? Много достаточно сложных вопросов. Теперь не меньше, а больше таких новых, сложных в психологическом даже плане вопросов возникает в связи с чрезвычайной ситуацией и внутри страны. Ну, смотрите, одна из самых острых проблем, которые сейчас повсюду обсуждаются, это вопрос об оказании... Слышали меня, Вера Владимировна? Да, 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 конечно. Об оказании масштабной, а может, еще более масштабной, или еще более масштабной помощи нашему бизнесу, малому, мельчайшему, среднему бизнесу. И вот те меры, которые предпринимаются правительством в настоящее время, они по-разному воспринимаются в сообществе и в частном секторе. И, насколько я вижу, многие требуют гораздо более таких мер, не только масштабных, а иных по духу. Вот, скажем, не отсрочка, а списание и так далее. Вот в этой связи мне хочется с вами тоже и сейчас, и на перспективу посоветоваться в отношении некоторых, я бы сказал, таких политико-методологических вопросов. Вот, в данном случае, как себя вести? И мне здесь кажется, вы знаете, надо просто прикинуть, ну, что такое вот работа в частном секторе? Надо, может быть, вспомнить, что деятельность на частом направлении в английском называется замечательным, очень таким правильным словом «венчур». «Венчур» что означает? Это не только частная такая деятельность. «Венчур» – слово имеет оттенок, очень такой мощный оттенок, деятельности, которая сопряжена с рисками. Хорошо. Вот те наши сограждане, которые пошли в малый и средний, ну, там, крупный бизнес, они стали работать и получать стабильную, но гораздо меньшую зарплату в виде учителей, докторов, в виде государственных служб и так далее. Они взяли за основу вот этот «венчур». А «венчур» предполагает что? Предполагает риски, разные риски, в том числе и непредвиденные риски. Вот мне кажется, вот этот вопрос, он должен быть изучен в настоящее время, когда предопределяются и принципиальные основы, и конкретные формы, и масштабы оказания помощи предпринимателям. Вот надо вот тут по справедливости посмотреть. Это так же, как вот, например, со складной комнаты была такая шумная постановка вопроса о том, что всех вкладчиков, прогоревших частных банков, надо обязательно компенсировать. Ну, подождите, но я думаю, вот я сам всю жизнь в одном только банке, Сбербанке России. Сбербанк меньше дает проценты, чем частные банки. Ну, вот если ты не хочешь в гарантированном банке вкладывать свои деньги, хочешь взять и венчурно их вложить, ну, тогда ты должен понимать, что венчурное вложение сопряжено с определенным риском. Поэтому вот у меня лично не очень такое однозначно было впечатление от тех масштабных мер, которые были приняты для оказания вкладчикам частных банков. Они сделали венчур, они в течение ряда лет получали больше, чем каждый из нас, который имеет свои скромные вклады в Сбербанке. А когда, значит, венчур обернулась вот негативной стороной, значит, все должны, законопослушные люди, которые сами не рисковали, им оказывать содействие. Вопрос есть, вопрос есть. Поэтому он сейчас при подборе средств, масштабов, оказания вот этих венчурных, оказания содействия тем, кто вот в этом качестве рисковал и в настоящее время находится в таком сложном положении. Тут надо иметь в виду социальную справедливость в самом широком понимании этого слова. И за основу все-таки брать не просто финансовые, экономические какие-то раскладки, обоснования, но брать, главным образом, гуманитарную сторону, вопрос оказания содействия нашим гражданам по гуманитарному направлению и в гуманитарных масштабах. Это то, что сейчас делает правительство. Поэтому вот такую сбалансированную, разумную линию, мне кажется, стоило бы поддержать. Другое дело, что-то там отдельные какие-то вещи можно было бы скорректировать, но не все. В целом, линия должна быть очень-очень выдержанной. В этом плане я тоже хотел бы знать и ваше мнение, по этим вопросам. В целом, хотел бы сказать, что опыт, вот международный, мировой опыт поведения в чрезвычайных ситуациях, он очень разнообразен. Но в основном, речь шла все-таки не о тех трудностях, которые мы преодолеваем сейчас. Вот в нашем законе 2001 года о чрезвычайных ситуациях, там через запятую наряду с другими напастями, которые могут быть указана и сложная эпидемиологическая обстановка. Но все-таки вот эта опасность, она имеет целый ряд специфических черт. И, может быть, конечно, вот когда мы выйдем из этого кризиса, нужно будет обобщить и более четко прописать линии поведения и на федеральном уровне, и на уровне субъектной федерации подобного рода обстоятельств. Или, может быть, в каждой конкретной ситуации. Да, в каждой конкретной ситуации нам нужно будет смотреть. В целом, я хотел бы сказать, что вот ситуация, конечно, сложная, сложная, но вот по сравнению с другими странами все-таки у нас есть определенные вещи, на которые мы можем опереться. Это и наш опыт в всерзвучайных ситуациях, мощные министерства соответствующие, военные, которые неоднократно участвовали в разного рода ликвидации всерзвучайных ситуаций. Вообще, в принципе, наш исторический опыт довольно большой. если взять 20-й век, то примерно 25% всего времени 20-го века у нас ушло на пребывание или ликвидацию ситуаций военных или чрезвычайных. Поэтому я думаю, что мы коллегиально сможем найти достаточно оптимальные выходы в этой сложной ситуации. Но, естественно, здесь важна, конечно, инициатива, и я хотел бы призвать наших всех участников нашего форума тоже принимать участие, высказать, может быть, по тем нюансам, о которых я сказал, обращения, которые ко мне были по этим вопросам. Ну и в целом тоже я готов ответить на если появятся какие-то просьбы по разъяснениям, на опрос которые от вас. ну и тоже ваши соображения были бы нам, наверное, очень ценны. И я думаю, что мы могли бы действительно, я в таком случае использовал бы вот при взаимодействии со своими коллегами, с которыми сейчас приходится по самым разным вопросам разговаривать в поисках оптимальных предложений для оптимальных решений в интересах социального и экономического благополучия нашего населения вот в создавшейся ситуации. Готов сейчас ответить на ваши вопросы или послушать комментарии и размышления. Спасибо, Андрей Глебович. Я думаю, что в принципе я хочу сказать еще такой секрет. Сейчас Никите передам уже пальму первенства. Он у нас будет модерировать как обычно часть вопросов, потому что тоже связано, конечно, с вашей профессиональной деятельностью и интересами. Я хотела бы сказать, что призвать участников активно включаться в дискуссию. Почему? Потому что после таких бесед обычно рождаются интересные идеи, которые Андрей Глебович оформляет в виде документов и действительно направляет наши органы власти уже со ссылкой на вас, студенты, о том, что вы являетесь тоже авторами. И, собственно, как предложение это оформляется. Поэтому все ваши идеи, не стесняйтесь, высказывайте, обсуждайте, и у вас есть действительно уникальный шанс сейчас, собственно, учиться и делиться своими мыслями, потому что иногда они действительно настолько интересны и креативны, что поражают даже вот наших великих руководителей. Да, Андрей Глебович? Я хотел бы поддержать, Вера Владимировна, сказать, что вот то, о чем сказала Вера Владимировна, это не призыв просто, а это констатация факта. Мы действительно же, вот наши студенты сделали целый ряд предложений, мы ходили к спецпредставителю президента за заместителяминистра, докладывали, и он слушал с удовольствием, и бумагу ему отдавали, и это как-то было использовано. Поэтому, я думаю, вот у нас есть ходы, возможности для того, чтобы использовать те наработки и те идеи, и те постановки, которые вот наши студенты, участники нашего семинара могли бы продвинуть в интересах прояснения ситуации, ну и поиска таких вот оптимальных решений. И предложение по, собственно, тогда рекомендации по тому, как вести себя в чрезвычайных ситуациях, когда мы обсуждали, собственно, эвакуацию, да, в связи с коронавирусом, они тоже уже на столе у проректора по международным связям в ВШЭО сформулированы и отправлены. Итак, Никита, передаю пальму первенства вам. Ну, наверное, мы сейчас как-то начнем обсуждение этого по очереди. Я не сказал бы, что я бы хотел очень много добавить, но возможно сделать пару ремарок. Первое, что я бы хотел сказать, вот когда Андрей Глебович говорил про риски, которые берет на себя предприниматель, здесь есть довольно принципиальный вопрос, предприниматель любой бизнес, он на себя берет риски экономические, вот, но вряд ли он берет на себя риск, например, того, что начнется война, как такой риск можно заложить. Если такой риск закладывать, то ничего открывать не надо. или если вот случится такое, что случилось сейчас, когда все должно быть закрыто, кроме аптек и магазинов. Соответственно, здесь, возможно, я вполне могу прочувствовать то, что ощущают сейчас предприниматели, которые просят поддержку. Я не совсем, я не думаю, что это какой-то список просит, требований или чего-то еще как-то он структурирован и что это единым каким-то списком выступает, но, возможно, какие-то меры поддержки, я не знаю, вряд ли это должны быть обычные, обычные деньги действительно могут быть оказаны. Ну, вот, это, это мое мнение, потому что это не экономическая ситуация, а ситуация, фактически, когда административным решением большое количество, большинство бизнеса, это решение с точки зрения распространения инфекции скорее правильно. еще, я не знаю, вот, когда мы уезжали из Марокко, мы тоже говорили о том, что жесткие меры для предотвращения распространения вируса, они полезны, вот, но когда принимаются жесткие меры, страдают, в какой-то мере страдают предприниматели, вот, и здесь вопрос того, кто останется после того, как этот вирус кончится, как бы, либо останется только правительство и большинство фонда национального благосостояния, либо еще и кто-то из предпринимателей, вот, это вопрос, который можно было бы как-то продолжить, обсуждать, и еще я хотел бы сказать, сейчас же мы смотрим на другие страны, которые тоже как-то собираются конкретно своей экономике помогать, вот, и в других странах, в том числе в развитых, они вполне, вполне рассматривают какие-то варианты, связанные или с кредитованием беспроцентным, или, или какими-то даже субсидиями, да, в Корее 8,2 миллиарда выделили бизнесу, вот, и, да, да, и вопрос, соответственно, в том, что если мы такой практики не, не придержимся, не отстанем ли мы просто в восстановлении после кризиса, потому что, ну, мы видим, что вряд ли это затянется надолго, хотя вот еще недели две назад казалось, что это может быть год, например, вряд ли это затянется надолго, и будет, будет восстановление, и нужно, нужно быть, наверное, в числе первых, кто будет восстанавливаться по росту, там, или по каким-то абсолютным объемам денежным, а если не помогать этому как-то сейчас, и какие-то компании, большое количество компаний закроется, как быть, вот, это первое такое высказывание. Ну, резонные очень вещи, вы сказали, мысль заключается в том, что у нас есть разные категории людей, которые надо сейчас помогать, ну, скажем, вот, не резонансно, но я-то об этом знаю, идут большое количество просправительства в настоящее время от тех людей, которые будут делать по себе. Им тоже надо оказывать срочную помощь. Вот, по резонансу и по вниманию несоразмерно получается, по проблематике, которые даже мы сейчас с вами тут обсуждаем, да, и проблематик, которая, она вроде бы как есть, вроде бы, ну, само собой разумеется. Ну, где же это само собой разумеется? Им же надо помогать, они же, вот эти работяги, которые нас с вами кормят, мы потом в конце года гордимся очень растущим нашим хлебным экспортом и так далее. Но это все надо получать. Я сам вырос в провинции, вы тоже из Сибири, да? Да. Мы это хорошо прочувствовали, знаем, что такое весна, осень, что такое 20 часов работать на поле. Этим людям надо обязательно помогать. Поэтому моя выясность заключается в том, что мы должны найти очень сбалансированное, в общем, найти социальный баланс, найти финансовый баланс при оказании помощи. Резонно и то, что нам надо, конечно, смотреть, что в других странах происходит, с тем, чтобы, ну, какая-то соразмерность была, потому что, ну, люди же, они читают, они видят. Ну, хорошо, например, взять Федеративную Республику Германию. ФРГ выделил в настоящее время для оказания своему населению 156 миллиардов евро, то есть 40% бюджета ФРГ на поддержку компании. Причем там наибольшая доля компаний, которые до пяти работающих имеют. Ну, наверное, правильно. И условие только одно, но мне очень нравится, что надо представить справку, та или иная фирма не испытывала трудностей в силу своей бестолковости до этого кризиса. Если они до этого испытывали, им будет меньше выделять. Если испытывают силы вот этих вот новых предходящих крайне негативных факторов, это другое. Ну, важно и то, например, что, скажем, ФРГ родителям, которые вынуждены сидят дома, выплачивают до 67% зарплаты. Ну, правда, не более 2000 евро на человека, но согласиться, 2000 евро на брата это хорошо. Но про американцев все знают, что 2-3 триллиона долларов, это, конечно, мощная цифра, но когда она даже распадается на части, там, 75 тысяч долларов, кто получает в год и меньше, им причитается по 1200 долларов, еще по 500 на ребенка, немаленькие, конечно, деньги, по безработице сразу выросло на 600 долларов, пособие, ну, сейчас от 200 до 550, то есть, добавка больше, чем пособие было до сегодняшнего дня. во Франции обещают выплачивать примерно 84% зарплаты, если уровень зарплаты менее 1521 евро, ну, приличные деньги, поэтому нам тоже надо сориентироваться, мы, ну, супердержава, в общем-то, поэтому мы должны тоже как-то ориентироваться на какие-то стандарты, на международные, и это, это так, это так. Какие еще у нас есть соображения? Подключайтесь, пожалуйста, если у кого-то будет выключен микрофон, вы руки поднимите, вот, и, соответственно, я буду включать, если он принудительно выключен. Андрей Григорьевич, добрый день, спасибо большое за выступление. Артем, да, громче чуть-чуть. Громче, Артем, можно чуть-чуть поближе к микрофону? Микрофон, микрофон. Так, Артем? Вот так лучше слышишь? Да, вот сейчас пошло звук, давайте. Хорошо, спасибо большое. Да, у меня соображения и вопрос. В общем-то, насчет помощи бизнеса, в принципе, населению, помимо баланса для бюджета и недопущения социального какого-то взрыва, нам также нужно учитывать и фактор общего впечатления, которое получит население от этой ситуации, как раз-таки основываясь на том, что вы сказали, Андрей Глебович, о зарубежных странах, потому что, так или иначе, мир открыт, люди видят, как помогают в данной ситуации правительства разным странам, и в любом случае будут будут делать выводы, где страна кому помогла больше, а где меньше. Ну и плюс, здесь еще важный фон, как мне кажется, на который смотрят, это также и зарубежные инвесторы, потому что президент и вообще правительство часто говорят о том, что нам нужно привлекать зарубежные инвестиции, всячески говорить о том, что мы рады будем предпринимателям из других стран и так далее, но предприниматели из других стран, они опять-таки тоже анализируют всю эту ситуацию, и когда они видят, что, допустим, в той же самой Европе бизнесу помогают больше при кризисе, чем им помогают в России, тоже великфакторы, какие-то вот эти инвестиции не получить, поэтому, мне кажется, этот момент тоже нужно держать в уме, вот, и плюс у меня есть вопрос касательно мигрантов, вот, Андрей Лепович, я не знаю, есть ли у вас информация, насколько ли вырастет нагрузка на бюджет в случае, если мы вот этих вот всех мигрантов приравняем к правам коренному населению, ну, к населению, которое здесь имеет паспорта? Я думаю, что она вырастет очень существенно, она изменит вообще ситуацию во многих наших учреждениях, кроме того, изменится и количество иммигрантов, которые были семьи, они тут же разрастутся, семьи и так далее, это же понятная вещь. И здесь, кстати говоря, мы можем опереться на тот опыт, который имеют другие страны, в частности, английский опыт. Я был в свое время в Англии в 70-е годы, когда решался вопрос вторую волну, первая волна иммигрантов была сразу после войны, дянечек там нанимали, на места, на которые не хотели включать идти. вторую волну допускать из-за границы, из стран Карибского бассейна, из Африки, из Азии, или не допускать. Если допускать, выдавать им британские паспорта или нет. И были люди, которые, вот я сейчас могу сказать полную ответственность, они прорисовали, что будет через 30-40 лет, ну просто с абсолютной точностью, один к в один. к ним не прислушались, и либеральное крыло, оно настояло на том, чтобы вторая волна была организована, и для привлечения выдали паспорта, уравняли права, и так далее. Ну, результаты вот этой политики, вы в последние годы видели, это очень серьезно возросло социальная напряженность в Великобритании, в некоторых районах сейчас даже такое размежевание произошло, кто там остался жить, кто там остался жить, и так далее. В целом, этот эксперимент сами англичане оценивают в настоящее время отрицательно, и с большим сожалению вспоминают, что они прислушались к голосам тех, кто в свое время предупреждал не спешить или каким-то образом все-таки вот нейтивс, и те, кто приезжает, они приезжали официально для работы, как-то сделать так, чтобы они именно там приезжали работать, а не пользоваться социальными благами. Вторая модель, которая есть, и она тоже работает, вот, я не ставлю, кстати говоря, оценок, я просто рассказываю, вы сами поставляете оценки вот этим вещам, которые были. Вторая модель очень мне хорошо знакомая по Саудовской Аравии, по той системе, которая у них. значит, треть рабочей силы из-за рубежа, в основном из стран Азии, и ситуация там вот с правами, неправами, простейшая. Все, всех приезжих рабочих тепло встречают, хорошо размещают, очень прилично платят, и заключают с ними договор на два года. Если человек чем-то там отличился не лучшую сторону, то соглашение о работе прерывается, и он уезжает раньше, чем исполнилось два года. Если он работает замечательно, очень хорошо во всех отношениях, он отрабатывает два года, и все равно уезжает. Значит, постоянно идет замена, это такими шрифтами идет, как у нас там на севере, где-то в других местах рабочих. привозим, они два месяца отрабатывают, уезжают. Ну, там не два месяца, а два года, но они стараются, чтобы не было, не оставались люди на длительное время. В тех странах, того же залива, по которому по этому пути не пошли, например, Катар, то там разрослось неместное население, хотя им права и не дают, но вопросы есть. Местные оказались сейчас уже ну явно в совершенно меньшинстве, если брать количество живущих Катар или людей. Поэтому вот опыт там заливной, все-таки он такой более жесткий и связан вот с буквальной трактовкой понятия мигрант-рабочий. Мигрант-рабочий приезжает, мигрирует на время для того, чтобы поработать и уехать обратно. Вот что дает нам опыт. И нам самим надо определиться, по какому пути мы идем и каких мы хотим рисков и напряжений в дальнейшем избежать, или же наоборот, на какие риски и напряжения мы готовы пойти. Но это уже ваше поколение должно разворачивать деятельность, потому что, как я рассказывал про Англию, в то время молодежь не проявляла такого большого интереса, не участвовала обсуждения. Сейчас они об этом, я думаю, сожалеют. Поэтому эти вопросы надо выдерживать социальный баланс, экономический, финансовый баланс. Это сложная вещь. Но тут нужна, конечно, такая мудрость природная для того, чтобы в этих сложных вопросах разобраться и сделать так, чтобы и не обидно было, и с другой стороны, чтобы было правильно с точки зрения интереса коренного населения. Андрей Глебович, относительно... да. Ну, Никит продолжит, ты модератор. Я просто хотел сделать еще немного сказать относительно мигрантов. Я думаю, давайте, короче, формулировать, потому что у нас есть еще вопросы, Никит, да? Да, 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 да. Я быстренько. По поводу мигрантов, просто не слышали о том, что представлять им точно такие социальные льготы. Была действительно новость о том, чтобы по безработице им давать, тем, кто не может выехать из России. Вот это, может быть, действительно мера неплохая. Если они не могут выехать и не могут работать, что им еще тут делать? И это бы не было большой нагрузкой. Ну, сравнительно. Андрей Глебович, вот тоже хотел присоединиться к Никите. Никита, собственно, сейчас говорит о том, что вот для таких мигрантов нужна адресная помощь. Но, опять-таки, государство может предоставить адресную помощь в том случае, если мигрант за ней обратится. Мигрант за ней обратится в данный конкретный момент, то есть сейчас, как правило, через какие-то электронные порталы, да, там, госуслуг, еще что-то такое. на этих порталах он зарегистрируется тогда, когда у него есть какие-то документы, даже и без этих порталов. Вот. И, соответственно, мы понимаем, что у мигрантов, которые находятся в нашей стране нелегально, без всяких документов, вот никаких таких возможностей, да, получить адресную помощь, если она будет предоставлена, не будет, потому что, ну, куда им идти? Они пойдут в какой-то там центр госуслуги, у них спросят, где ваше разрешение на работу, его нет, и, соответственно, что, куда дальше следующий путь? Это в обезьянник, в карцер, в полицию? Вот. Поэтому, какие могут быть решения касательно тех вот мигрантов, которые находятся на территории нашей страны нелегально? И, вообще, какое их количество сейчас? Известно, нет? Я не думаю, чтобы у нас были какие-то достоверные цифры, я думаю, что они носят заниженный характер, поэтому эти цифры есть, я не хочу их озвучивать с тем, чтобы не участвовать в распространении вот именно этих цифр. Но они довольно значительные, количество их сократилось, но достаточно большое. Ну, я думаю, с точки зрения таких гуманистических основ. Мы должны эту проблему разделить на две части. Первое. Никаких у нас нелегальных мигрантов не должно быть вообще в природе. Это принципиальные линии, ее надо очень жестко выдерживать. Их надо экстра делать. Теперь, что делать нынешней ситуации? Уж коли они попали. Уж коли они попали, если наши службы должным образом не сработали, то наш долг как людей приличных все-таки определенную гуманитарную помощь оказать. Но тут принципиально сразу вопрос. Это должна быть не социальная экономическая помощь, а помощь сугубо гуманитарная. Изменения, раз они пошли на нарушение закона, я думаю, что другой трактовки как незаконное пребывание не должно быть. Но оказывать им гуманитарную помощь, это наша обязанность. Раз они здесь находятся, заболели, или дети заболели, это два разных вопроса. Их статус, наше негативное отношение к этому статусу, и наша обязанность оказать по-человечески помощь гуманитарному храму. Так, у нас есть еще одна поднятая рука, Егор Иванов. Да, поднял руку, хочет задать вопрос. А как поднять руку? Если у тебя включена камера, ты можешь просто включить микрофон и сказать. Ясно, ну пускай Егор Иванов говорит. Я же поднял руку. Извините, что меня не видно, у меня тут небольшие проблемы технического характера. У меня тут, если ты накидал на листочке небольшой такой план, надеюсь, что очень много времени не заберу. Но, во-первых, как мне кажется, такая основная ситуация, проблема с коронавирусом связана в частности с особенностями политической культуры России. То есть, что бы ни делало государство, всегда люди говорят, что он делает либо мало, либо не так. Если говорят, что вот столько заболевших, говорят, что это ложная информация, их больше. Если не говорят, говорят, что государство цензурирует, скрывает информацию. И вот недавно была лекция профессора Маслова. Он говорил о том, как Китай выходит из этой ситуации с коронавирусом. И там вот звучала такая вот, ну, вся лекция была, безусловно, шикарная, но там была такая основная мысль, что в такую вот сложную пору нельзя допускать такого плюрализма в принятии решений. То есть, государство должно взять на себя обязанности по поддержанию населения, в том числе в экономическом плане. И если я правильно понял, в Китае сейчас тоже проводят политику такого вот индивидуального кредитования малого бизнеса, но при условии, что они представляют справку о доходах и о том, что они снизились. А учитывая особенности нашей экономики с большим сектором теневой экономики, это довольно затруднительно. И забавно наблюдать, когда вот люди, которые условно годами не платят налоги, уходят от своих гражданских обязанностей, потом первые начинают кричать, что им нужна помощь, что государство их бросает. Вот, на месте бы нашего государства, если бы я мог что-то сделать, я бы именно взял такой вот китайский способ поддержки, то есть, адресная помощь тем, кто может доказать, что он не нуждается. Это вот первое. И, ну, конечно, безусловно, сейчас вот сидеть с деньгами, которые у нас есть, с фондами, и просто их сохранять и накапливать дальше, мне кажется, немного бессмысленно, потому что, ну, экономика рано или поздно восстановится, а люди не воскреснут от коронавируса из-за всех этих финансовых проблем. Но, с другой стороны, если сейчас все потратить, что будет дальше, никто не знает, такой тоже довольно двойственный вопрос. но, как вот мне кажется, такая вот основная проблема в том, что весь наш малый бизнес раз в 10 лет его как-то вот выкашивает. То кризис, то дефолт 90-е, то вот коронавирус теперь, и если сейчас его не поддержать, то, я думаю, скажем так, инвестиционная привлекательность России упадет еще больше. И вот у меня вот вопрос к Андрею Глебовичу. Вот если вот мы сейчас откажем в помощи государствам, которые у нас ее просят, насколько сильно это скажется на нашей международной позиции? Насколько сильно Россия может вот потерять свое влияние в тех регионах, где мы с таким, ну, с трудом его набираем после распада Советского Союза? Спасибо. Я думаю, что ваш вопрос очень резонный, он сложный вопрос, но правильный. Действительно, мы должны проявить в полной мере и оправдать то положение, которое в нашей Конституции, что Российская Федерация является социальным государством. То есть мы должны ввести себя социально ответственно и помочь взвешенно различным слоям населения. Но тут, понимаете, вот я подчеркиваю свою мысль, главная, которая заключается в том, что должен быть определенный баланс и баланс должен быть в отношении всех социальных слоев и тех, кто умеет о себе заявить и тех, кто о себе заявляют мало. Вот, например, когда какие-то бывают ЧП такого частного характера, ну, скажем, журналисты-то там или театральные деятели, они о себе умеют очень шумно заявить, а у других это не получается. Вот сейчас вот в этой чрезвычайной ситуации нам надо собрать воедино все данные и попробовать все-таки такую выдержать социальную справедливость при распределении тех средств, которые у нас имеются. Я согласен с вами, что вот то, как это мы сможем делать, как мы сможем что ли, ну, вот социальную вот эту социальную справедливость осуществить, от этого зависит очень сильно наш имидж. И ну, мы делаем это все не для имиджа, имидж это вторичный. Главное, нужно, конечно, ответственно все это сделать в отношении нашего населения, чтобы эти меры, они были правильно поняты, чтобы они были оценены как справедливые, как разумные и как адекватные и тем возможностям, которые они есть и той степени опасности, которая угрожает и отдельно гражданам, и отдельным категориям гражданам. Но я думаю, что вот тут, конечно, при вичайных ситуациях в принципе единоначалие должен действовать и правительство должно быстро принимать меры. Но получать подпитку идеями, получать подпитку какими-то предложениями разумными, это должно быть. И вот как раз наша с вами цель заключается в том, что раз мы работаем на экономическом направлении, мы должны тоже участвовать в выработке и нахождении социально понятного и социально оправданного баланса при решении этих финансовых, социальных и прочих проблем. Но предпосылки для этого есть. Все-таки у нас достаточно мудрое население, хорошо образованное. Я думаю, что мы из этого испытания сможем выйти. есть еще один вопрос, следующий задавал в очереди у нас был Шахриер. Пожалуйста. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Да, я сам из Узбекистана, поэтому у меня вопрос, как будет больше касаться стран Центральной Азии. Я вот у вас хотел спросить, вот сейчас коронавирус и экономика того же Узбекистана очень сильно просядет, как и Россия. И, например, сегодня Узбекистан доказал вторую помощь гуманитарную в виде масок Российской Федерации и Мишустин поблагодарил дружественный шаг узбекского правительства. Поэтому я вас хотел бы спросить, вот все равно этот кризис когда-нибудь закончится и экономикам и Центральной Азии и России нужно восстанавливаться, учитывая то, что Россия является, например, вторым по импорту и по экспорту, ну, занимает одно из таких, второе место занимает после Китая, ну, и в Киргизии, и в Таджикистане, и в других странах Центральной Азии, но в том же и Казахстане. Вообще, будет ли какая-нибудь программа, которая будет направлена на экономическое восстановление стран Центральной Азии, ну, того же экономического союза ИАЭС, просто Узбекистан, например, не входит в ИАЭС, и будут ли какие-то механизмы, например, того, что какие-то преференции были, или снижены пошлины на торговлю, например, с тем же Узбекистаном, и восстановление стран Центральной Азии, так как они, на самом деле, очень сильно зависят от России, от экономики России, от помощи Российской Федерации, например, тот же Узбекистан очень сильно зависит от выплат, ну, от переводов мигрантов, они почти 5 миллиардов составили в прошлом году, например, очень сильно они сократятся в этом году, что уже курс нашей валюты уже превысил психологическую отметку, и вот, и все этого боятся, плюс у нас, как бы, больше миллиона мигрантов, например, в той же России, и они, кстати, выехать не могут, потому что границы перекрыты, я сам, например, выехать не смог обратно, я вынужден, например, оставаться в Москве, и вот, я у вас хотелось спросить, какие здесь вообще после кризиса будут механизмы восстановления экономики, например, той же России и Центральной Азии, будут ли вообще созданы какие-то программы восстановления, там, какие-то послабления, например, сниженные пошлины для сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС, или вообще в рамках ЕАЭС, и в рамках СНГ, может, и других площадок. Спасибо. Ну, давайте разделим ваш вопрос на две части. Первое, это ситуация вот нынешняя, связанная с коронавирусом. Я думаю, что в отношении Узбекистана тут есть определенная особенность, вот скажем, для москвичей. Когда была Великая Отечественная война, то именно получилось так, что именно в Узбекистан был направлен основная часть представителей московской интеллигенции. это театры, которые туда выезжали, научно-исследовательские институты. И надо сказать, что прием был исключительно дружественный. И вот я думаю, что до сегодняшнего дня очень много вспоминает, как во время войны Узбекистан очень по-порядочному себя вел при приеме приезжавших из других республик и регионов тогдашнего Советского Союза. Поэтому сейчас во время вот этой эпидемии здесь должно быть ясно. Здесь должна быть полная взаимная выручка и такое подчеркнуто порядочное гуманистическое отношение друг к другу. Это один вопрос. Это один вопрос. Другой вопрос это вопрос связанный с нормальным течением дел интеграционных и торговых экономических между нами и Узбекистаном. Два с половиной года назад насколько я помню посол Узбекистана устраивал совещание в Москве я тоже был среди участников где он сказал следующее что наряду с СНГ мы в настоящее время прорабатываем идею создания более тесного такого союза стран Средней Азии что у нас были определенные противоречия мы их стараемся снять вот и поэтому увеличивается количество интеграционных сочленений и сейчас мы в настоящее время над этим тоже работаем с тем чтобы наряду с двусторонними связями связями с Евразийским Союзом еще и были связи подсоединения нас к интеграционным процессам среднеазиатского такого характера то есть много тут может быть любопытных вещей я вижу одну очень серьезную недоработку на среднеазиатском направлении на азербайджанском направлении откровенно послам об этом говорили в этих странах в Москве заключается в том что мы живем в 21 веке у нас все время когда мы говорим об интеграции все время какие-то вы знаете про торговлю речи и так далее но подождите но это торговля такая традиционная вещь это самый невысокий уровень интеграционных связей уровень нормальных 21 века интеграционных связей это научно-технический поэтому нам нужно сближать и с вашей личной помощи мы давайте на каком этапе встретимся переговорим что мы можем сами сделать для того чтобы укрепить связи по линии интеллигенции по линии творческой интеллигенции по линии научной интеллигенции будущее нашей интеграции заключается в том что совместными усилиями мы заняли такое приоритетное солидное положение в международном разделении самого высокого научно-технологического профиля и здесь мы должны с среднеазиатскими республиками азербайджаном с Арменией с этими республиками поработать мне кажется что здесь пока не все здорово делается я даже вижу по материалам комиссии совместной которые работают они все норовят в общем-то традиционными вещами заниматься занимаются хорошо полезно это конечно надо делать но надо переходить к более высокому полету более высокому взаимодействию и здесь колоссальная просто может быть роль молодежи поэтому я вас призываю к тому чтобы мы с вами от рассуждений правильных перешли к правильным действиям и посмотрели что мы можем конкретно в том числе в рамках высшей школы экономики сделать для того чтобы поднять такой научно-интеллектуальный уровень нашего взаимодействия спасибо и у нас есть еще два вопроса от Саши и от Ани Шилиной я думаю мы успеем их сейчас еще обсудить хоть мы уже значительно вышли за время в полчаса уже не уложились но еще два вопроса только рассмотрим Саша пожалуйста да я начну спасибо большое за лекцию вот у меня такой вопрос по поводу гуманитарной помощи адресной да мигрантам трудовым как вот можно себе это представить в целом допустим понятно что вот Артем задавал Попов задавал вопрос по поводу тех мигрантов трудовых которые будут приходить нелегальных которые будут приходить допустим в те же самые МФЦ и получать вот эту гуманитарную помощь мы же понимаем что в целом люди рациональные если они как бы знают что они нелегалы они туда не будут ходить вот и с этим как бы вопросов нет но вопрос как бы с гуманитарной помощью в каком виде она будет оказываться в виде продуктов или там еще чего я не знаю средств индивидуальной защиты и как исключить коррупционные составляющие в этом деле потому что понятно что в России проблема коррупционная проблема с госсапкубками она как бы уже априори как будто существует здесь вот вот такой вот вопрос как исключить коррупционную составляющую как избавить то что вы сказали и то что вы не договаривали тоже понимают я думаю что выгодность в ситуации можно сформулировать следующего я думаю здесь центральную роль должны играть госорганы они же должны формулировать концепцию очень быстро определить порядок определить кто на что может рассчитывать и сами государственные органы должны этим вопросом заняться если мы будем предоставлять каким-то всяким там вновь сформулированным гуманитарным организациям то здесь могут быть вот те составляющие которые вам очень не нравятся и которые нам тоже не нравятся они не нужны я думаю надо сделать максимально прямыми вот эти вот помощь которая предоставляется максимально прямой понятной внятной с расписанными правилами и с расписанным количеством кому сколько полагается это надо быстро сделать но это это должно идти по гуслину это мое глубокое убеждение спасибо андрей глебович анна шилина написала что она уже к сожалению убежала на лекцию и вышла из эфира поэтому никита да наверное нам уже нужно заканчивать потому что вместо Маши Артем еще Артем да у меня сообщение еще будет да вы знаете давайте подумаем вот сейчас когда какие-то решали текущие дела я с коллегами разговаривал в том числе с сирийцами сирийскими коллегами и вот мне осталось такое впечатление что сейчас как-то информационно у нас некоторое некоторое уменьшение информации и просто люди не понимают что там идет война не идет война какая на коронавирус и так далее я думаю может быть нам на каком-то этапе в одном из ближайших вторников пригласить такого высокопоставленного и знающего коллегу сирийца у меня даже есть конкретная каллинатория человека который постоянно бывает в силу своих служебных обязанностей и в Сирии и здесь и он бы он кстати по-русски говорит и он бы я думаю смог бы из первых рук осветить вот эту вот ситуацию с тем как ведутся боевые действия на какой территории как себя ведут потому что ничто же не прекратилось это все остается какая какая ситуация с турком и вы знаете что в ближайшие дни мы выдадим инициативу проведения совещания по Сирии возможно в астанинском формате может быть как в каком-то другом то есть Сирия сейчас она хоть эта тема вытеснена коронавирусом но она никуда не делась и помогать сирийцам надо и может быть там послушать из первых рук информацию было бы неплохо ну и надо подготовиться какие-то вопросы задать выразить какие-то общие такие чувства в отношении сирийских наших коллег я думаю мы это сможем проработать и сделать если у вас какие-то будут пожелания по формату встречи и характер вопрос который мы поставим перед нашим сирийским коллегой то вы скажите тогда мы используем для подготовки такой встречи да или пишите мне и я напишу еще имейл Андрея Глебовича в диалог в общий да у нас один вопрос остался еще в чате задают и мы его озвучим на Андрея Глебовича да пишет Даша хотелось бы узнать как повлияет коронавирус на продовольственный рынок и потребителей в перспективе я думаю что сегодня частично уже были ответы даны если может коротко как раз это и будет резюме сегодняшнего выступления Андрей Глебович мы сейчас это будем обсуждать на ваше усмотрение еще раз можете повторить немножко сейчас хотелось бы узнать как повлияет коронавирус на продовольственный рынок и потребителей в перспективе я думаю что все вернется в общем-то к нормальному довирусному состоянию вот те выводы о которых мы говорили немножко других аспект касается а так я думаю все-таки нормы и выработанные в течение длительного периода времени какие-то подходы в продовольственной сфере они в основном я думаю вернутся после пользы кризисной период хорошо Никита давайте наверное завершать уже сегодня есть еще последний вопрос от Артема Попова как ближневосточные акторы экономически реагируют на вызовы коронавируса но мы можем это вынести в отдельную тему семинара на самом деле одного из следующих ну а может мы тогда пригласим товарища и он и он расскажет в принципе у них там ну так если просто в двух словах сказать боевая активность где-то на треть она снизилась потому что ну действительно какое-то влияние вот эти вещи все оказывают но все равно две трети активности военной продолжается число заболевших немного но они опасаются что они позже других появились заболевания и пить может тоже позже 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 наступить да хорошо спасибо большое я думаю что 19-10 мы сегодня превзошли себя по-моему уже не просто в два раза пошли уже на третий Андрей тогда мы вам слово заключительное даем спасибо всем очень хорошие были были вопросы я думаю мы продолжим нашу работу я думаю может быть вот привнесем дополнительный вот такой аспект и будем использовать тех людей с которыми мы взаимодействуем для того чтобы они нам вот начиная с Сирии тоже рассказывали об их подходах и мы могли бы вот этот международный наш аспект в полной мере учитывать даже в нынешней вот этой ситуации ну и конечно естественно раз мы договорились что у нас за основу принимается самый актуальный вопрос все что будет появляться дайте знать если вас что-то интересует мы будем в нашем взаимодействии в нашем семинаре это учитывать будем выставлять качество темы для наших общих обсуждений спасибо большое берегите себя как говорят своих близких Никита есть добавить организационные вопросы нет организационных вопросов больше нет разве что я напишу наши имейлы по поводу вопросов каких-то предложений относительно к следующей встрече хорошо спасибо Никита значит у нас есть группа вконтакте у Никиты Ганжи соответственно вы можете с ним связываться а я благодарю всех я думаю что сегодня дискуссия была действительно интересная благодарю наших постоянных участников кто с нами всегда и соответственно мы ждем вас в следующий раз я думаю что у нас уже будет собственно гость который расскажет нам о том что происходит на Ближнем Востоке и тему которую поднял Артем Попов мы как раз перенесем уже в рамки следующего обсуждения да спасибо спасибо большое Андрей Глебович спасибо надеюсь в следующий раз все будет хорошо спасибо до свидания до свидания спасибо спасибо до свидания